У меня для вас очень хорошие новости. Иисус любит вашу семью. Иисус любит твою семью. Мы с вами просмотрим некоторые места из Нового Завета, из Евангелия, где мы увидим демонстрацию, насколько Господь Иисус внимателен к тому, что происходит в нашей семье. Мы рассмотрим три ситуации в служении Иисуса, проходившем в северной части Израиля, в Галилее. Это область, где Иисус жил с детства. Там жила его семья, там прошла большая часть его жизни и служения. Там он живет, и там же он начинает творить чудеса. Первый текст мы находим в Евангелии от Иоанна, во второй главе. Это известная история о свадьбе в Кане. Это знаменитое чудо, когда Иисус превратил воду в вино. Он явил свою славу, и ученики поверили в Него. Евангелие от Иоанна, вторая глава. Это удивительный тест, и в нем четко сказано, что это было первое чудо Иисуса, которое Он сотворил в Кане для одной из семейной пары. Поговорим об этих новобрачных. Они устроили свадьбу, церемония прошла хорошо, все радуются и празднуют, и Иисус и Его Мать тоже были приглашены на праздник, что стало лучшим решением этой семьи. Пригласить на свадьбу самого Творца Семьи — это лучшее решение. Сегодня многие пары приглашают Иисуса на свою церемонию бракосочетания. Им нужно исполнить обряд. Нужно Божие благословение. Они хотят начать свою семейную жизнь правильно, чтобы Бог благословил их. Это хорошее желание. Людям нужно это благословение, потому что жизнь несет много неизвестного, и нам нужен Бог. И, конечно, в начале семейной жизни мы очень близки к Иисусу. Мы просим Его благословения, Его помощи. Мы рассчитываем на Него. Но потом начинает складываться впечатление, что на самом деле Иисус не на первом месте, больше не в центре этого брака. Из почетного гостя он превращается в кого-то невидимого, просто прохожего. И Его присутствие больше незаметно в жизни семьи. Но, конечно, мы не полностью забываем про Него. Приглашаем Его за стол. Еще молимся в определенных ситуациях, но довольно редко. И со временем семья начинает принимать много решений, не советуясь с Иисусом. Вернемся ко второй главе Евангелия от Иоанна. Иисус приходит на брачный пир, но там обнаруживается проблема. Закончилось вино. Нечего пить. Иисус пока ничего не делает. Позже мы видим, что Он вмешивается после слов Своей Матери. Но Он не зависит ни от людей, ни от обстоятельств. Он зависит только от Отца. Он слушает Своего Отца. Когда приходит нужный момент, Иисус просто просит слуг на празднике сделать что-то. Нужно наполнить кувшины водой, зачерпнуть из них и отнести распорядителю пира. Вода стала вином. И также Господь желает, чтобы мы просто слушались Его. Мать Иисуса, Мария, сказала слугам, что скажет Он вам, то и сделайте. И вам тоже нужно принять это слово. Делайте то, что говорит вам Господь. Если в вашей семье, начавшей путь с благословения, вы будете делать то, что говорит вам Господь, то вы станете семьей, преуспевающей в жизни. Ваша семья продолжит свой путь в благословении. Вы будете благословлены не только при начале вашей семейной жизни, но и на каждом ее этапе. Делайте то, что говорит вам Господь. А Господь желает обновить вашу семью и ваш брак. Он не хочет быть просто прохожим, но главным гостем на вашем брачном пире. Иисус любит вашу семью. Он хочет благословить вас и обновить ваш брак, как Он сделал на том пиру в Кане, когда радость утвоилась после сотворенного чуда с водой и вином. Он явил свою славу и во многих сердцах зажглась вера. Вторая история тоже очень интересная. Ее можно найти несколькими страницами дальше. У Иоанна в 4 главе. Опять в городе Кана возникла гораздо более серьезная проблема. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 46 по 54 стих описывается второе чудо, совершенное для семьи с ребенком. Ребенок заболел и был близок к смерти. Его родители ищут Иисуса, чтобы он вмешался в эту трагичную ситуацию. И Господь откликнется на отчаянный крик Отца, который настоятельно просит Его прийти к ним и спасти их сына. Настойчивость в молитве всегда находит отклик в сердце Бога. На этот раз Иисус действовал не так, как в первый раз в Кане Галилейской. Он напрямую обращается к вере этого человека. От него потребовалось поверить, когда Иисус сказал, «Иди, сын твой здоров». Он поверил слову, сберег его в своем сердце и ушел, не получив уверенности в ответе. Он должен был верить. Чтобы получить результат, нужна вера. И я вдохновляю вас, когда вы молитесь за свою семью, за своих детей, держитесь за слово, данное Иисусом. Храните это слово в вашем сердце, в разуме, провозглашайте его и смело двигайтесь вперед, будучи уверены, что получится ответ в свое время. Господь творит второе чудо, которое тоже происходит в Кане. Как я уже говорил, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 по 54 стихи. Итак, отец того ребенка отправился домой посмотреть, что же сделал Иисус. В то же время он верил в то, что Иисус сказал. Вера — это значит верить в то, что сказал нам Бог. Вера основывается на Слове Божьем, а не на нашем мнении. Тот человек решил верить и не обращать внимание на свои проблемы и ужасные обстоятельства. Он просто сконцентрировал внимание на словах Иисуса. Третья и последняя ситуация, которую я сегодня упомяну, тоже произошла там же, в Галилее. Там живет его семья. Там он совершил чудо для супружеской пары на брачном перу. Там он исцелил сына другой семьи. И там же он совершит чудо для тещи Петра, своего ученика и будущего апостола. Пока Петр служил Богу, следовал за Иисусом, у него дома возникла проблема. Заболела его теща. Петр переживает и волнуется из-за этих неразрешимых проблем дома. Он приходит к Иисусу и молит его вмешаться в эту ситуацию. Иисус любит вашу семью. Он любит вмешиваться, когда все идет не так, как должно. Но, когда появляются болезни и проблемы, написано, что у тещи Петра была лихорадка, жар, и она не могла служить, не могла больше ничего делать. Петр ходатайствует за нее перед Иисусом. И тот вмешивается. Иисус приходит, возлагает руки на нее, и жар уходит. Она встает, чтобы служить Господу. Какая же это прекрасная история. Эти три ситуации показывают и доказывают, что Иисус очень любит вашу семью. Он вмешивается в ваши ситуации и изменяет их к лучшему. У него есть сила. Признавайте его. Пригласите его в ваш брак, в вашу семью. Дайте ему место, почтите его, и вы увидите результат. Поэтому у меня для вас очень, очень хорошие новости. Иисус очень любит вашу семью. В начале семейной жизни мы очень близки к Иисусу. Мы просим Его благословения, Его помощи. Мы рассчитываем на Него. Да благословит вас Господь. Увидимся в следующих передачах. Храните мир.